Не знаю, будет ли правительство Казахстана придерживаться своих обещаний не помогать Путину обходить санкции, потому что Такаев едет в Россию и поздравляет его с днем рождения. И что происходит в Израиле и насколько сейчас опасны риски для того, чтобы продолжалась поддержка Украины со стороны наших западных поднеров, в частности Соединенных Штатов Америки. Обо всем этом и не только будем разговаривать и анализировать прямо сейчас. Сейчас я Ирина Узлова, со мной Мухтар Аблязов, политик, казахстанский предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Ирина. Вот прошло чуть менее двух недель, Такаев с Шольцем говорит, все, зуб даю, обещаю, вот вам все мои гарантии, ничего не пройдет, санкционный режим, никакого обхода санкций, буду всего придерживаться, буду кристально честен и чист. И вот Такаев поехал в Россию и поздравляет Путина с этим грустным для всего мира праздником, с всего днем рождения. Что-то здесь не сходится. Да, она не сходится, знаете, как и не сойдется. Весь прошлый год многие еще верили, я, извините, вынужден цитировать, нож, ятаган, ятаганища, спину, там, Путина и так далее. Вот, это я не злорадствую, просто говорю, что такие ошибки нельзя делать, и сейчас, увидев, что он, например, поехал в Германию и сказал, что мы будем придерживаться этих санкций, некоторые украинские каналы опять начали эту ложь тиражировать, говорят, что нож в очередной всадил, там, депутат Гачаренко такой написал, я озвучил. Это было очень смешно. Это, что называется, нельзя быть дураками постоянно и так долго. Ну и если посмотреть итоги, например, буквально по текущий месяц, вот, ну, допустим, сентябрь, просто нужно посмотреть статистику. В феврале этого года, в марте, приезжал Блинкен, министры Великобритании, все прочее, были заверения, что Казахстан не будет помогать России. Ну и, тем не менее, даже открытые статистические данные показывают везде прирост. Массированная помощь идет со стороны Казахстана. Даже вот микрочипы, аналоговые схемы, все прочее, там тоже существенный прирост произошел. Притом, часть покупается в Америке и в ведущих странах мира, а какая-то большая часть покупается в Вьетнаме и Малайзии, и затем поставляется в Россию. Вот те самые ракеты, которые на голову украинцев сыпятся, большая заслуга именно Такаева. И так будет все время, когда режим не покажет Путина. А вот он когда едет и поздравляет Путина лично с днем рождения, он не понимает, что это тот же Шольц видит, что это видит Украина, что это мы с вами видим? Или ему все равно? Ну как же, он поехал в Германию, сказал, что вместе с Шольцем выступил и сказал, что вот мы будем придерживаться санкций. Но у нас исторические торговые отношения, мы не можем, скажем, разделиться от России, потому что мы в едином Евразийском экономическом союзе. Ну так, санкции, что называется, не будем нарушать, а работать как раньше будем. Ну и потом же, видите, тот же самый Байден их принял, там пять государств, прекрасно зная, что эти государства центрально-азиатские помогали и будут помогать. Тем не менее, какие-то заявления сделаны дипломатические и так далее. Поэтому, когда Токаев видит, что никаких действий нет, в первую очередь со стороны Украины, для меня загадка, что Украина объявила три крупнейшие китайские компаниями спонсорами войны, нефтегазовой компании. А Токаев безнаказанно двигается, и более того, почему он так думает, что все будет окей? Ну вот известный недавно факт произошел, я вот даже себе специально фамилию депутата записал, вот такой у вас есть Сергей Нагорняк, член партии «Слуга народа», который публично отблагодарил Токаева за поддержку Украины. Ну а что вы хотите? Если сама Украина благодарит Токаева, ну а если до этого еще Зеленский его поздравил с победой 20 ноября прошлого года на выборах, где он устранил Токаев всех своих политических конкурентов, в январе расстрелял тысячи людей, ну если глава государства Украины поздравляет его, а затем член партии «Слуга народа» благодарит Токаева, ну конечно он будет себя чувствовать комфортно и поздравлять, и на 9 мая на Красной площади стоять с Путиным, обниматься, и сейчас с Путиным поехать и отмечать его день рождения. Вот собственно и все. Это вот какая политика собственно самой Украины, непоследовательная, и Запада в том числе. Вот это отражается вот на том, то что мы видим. Все очень просто. И это даже не все, ведь оно как-то же не гоже без подарков ехать, да и просто так. Путин, Мирзиоев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Тоже, да, вот мне кажется, ну нормально будет, и доходы Путин от этого будет получать. Мы несколько месяцев назад опубликовали отчет по поводу того, каким образом Путин будет восполнять потери от экспорта газа, который ему закрыли в Европе. И, кстати говоря, администрация Зеленской тоже это имеет. Так вот, там мы четко показали, что начиная с октября месяца пойдет 3 миллиарда кубов газа по территории Казахстана. Там трубная система всегда была еще с советских времен. Раньше из Туркмении, Узбекистана и Казахстана поступал газ на территорию России, и Россия экспортировала в Европу. Теперь, в связи с тем, что Европа закрыла, ну и сама Россия, собственно, отказалась в большей степени, не Европа, поставки газа, то этот газ разворачивается сейчас, часть идет 3 миллиарда кубов, а там пропускная способность 50 миллиардов, чтобы вы знали, газовой системы Казахстана. Вот 3 миллиарда сейчас законтрактовали, реальный дефицит у Узбекистана 6 миллиардов раз. И затем есть трубная система, трубопроводная система газовая, которая идет из Туркмении, Узбекистана и Казахстана в Китай, и там есть свободные пропускные мощности 15 миллиардов кубов газа. Сейчас речь стоит на самом деле не о поставках к Узбекистану 3 или 6 миллиардов кубов газа, а стоит речь о том, что теперь этот газ по территории Казахстана через трубную систему вольется вот эту систему газовую, которая идет в сторону Китая, плюс 15 миллиардов туда будет еще поставлено, не говоря о том, что между Китаем и Туркменией идут договоренности о расширении вот этой газотранспортной системы. И в этом отчете мы подробно описали, какие сроки до 5 лет максимум потеря на объеме 140 миллиардов кубов газа Россия восстановит. Понимаете? Это вот реальность. И во всем этом используется территория Казахстана, во-первых. Во-вторых, ее активное участие в использовании нефтегазовой системы. Сейчас и нефть идет российская через территорию Казахстана, Китай, и газ, и все прочее, и поставки серого импорта с территории Китая и через Казахстан в Россию, военные снаряжения. Все идет через Казахстан при прямой поддержке и при прямом участии Казахстана. И вот те очереди фур, которые мы с вами обсуждали, я так понимаю, что они не уменьшаются, их количество? Они только нарастают. Они только нарастают. Поэтому я хотел бы воспользоваться, скажем, возможности выставить на вашем канале и обратиться к тем, кто продолжает раскидывать пропаганду о том, что нож в спину, что такая бы сказал, теперь мы будем соблюдать санкции и так далее. Это бронье, когда тиражируется, это наносит ужасающий вред Украине. Ужасающий. Ну да, вот поэтому, Мухтаз, с вами я и хотела обсудить это, дабы более глубоко разобраться в этой проблеме, потому что мы-то понимаем, что одна сказанная фраза, она не может поменять все то, что делалось, делается. Я так понимаю, будет делаться и вот такие договоренности нефтегазовые, и вот эти все очередя, и через Китай. Но то, что мы с вами обсуждаем уже на протяжении нескольких месяцев. Хорошо, а что тогда делать? Смотрите, нужна последовательная политика. Мы сейчас будем говорить, допустим, об экономической, внешнеэкономической политической деятельности Украины. Ну, в первую очередь определить, кто союзники. Союзники нужно для себя уже окончательно уяснить, что это страны Запада. Это Евросоюз, Америка, или коротко говорить, G7. И все остальные попытки найти союз Сауловской Аравии, это глобальный юг, там какие-то еще такого рода действия, или все время говорит, опять же такой нарратив звучал, что Китай не будет помогать России, он потеряет свое лицо, там известные ваши блогеры такие вещи говорили. К сожалению, это отражалось во внешней политике. И более того, эти блогеры отражали ту внешнюю политику, которая проводилась и проводится. И в этой ситуации нужно четко определиться, кто союзники, кто враги, и действовать соответствующим образом. В данный момент мы знаем статистику, что происходит с экономикой России, и мы много раз уже озвучивали, и отчеты подтверждали, показывали, что нужно делать. Необходимы прямые удары, санкционные удары по политической верхушке. В этих санкциях находится Путин, и Украина сама это объявила, целый ряд политических фигур, которые помогают, участвуют, принимают решения, я имею в виду со стороны России. Здесь очевидно на поверхности лежит, что к этим лицам относится и политическая верхушка Казахстана. То есть нанести нужно санкционные удары, во-первых, со стороны Украины, подать пример. И когда я слышу слова, что мы не хотим портить отношения с Казахстаном или вообще с кем-либо, это выглядит очень странно, потому что Украина, что называется, уже определилась, испортила отношения с Китаем. Три крупнейшие компании вошли в список спонсоров войны. И в этом смысле сейчас стоит задача предотвратить потоки военных гражданских грузов со стороны Китая в сторону России через территорию Казахстана, первое. Второе, устранить помощника, помощника Путина, который оказывает всемирную военную экономическую помощь. Это такая и его узкое окружение, список лиц мы дали. Персональные санкции приведут к тому, что потеряются возможности у Казахстана осуществлять такого рода поставки, открытые нагло, открытые нагло через таможенные органы. Опять же, я вижу всякие слова, что территория, граница Казахстана с Россией 7 тысяч километров, поэтому трудно уследить. Некие челноки тайно ползают, бегают, это бронье. Есть специальные переходы, мы видео видели, это открытые, двигаются грузы, гигантские объемы грузов через специальные таможенные переходы. Они какие-то там ползком перебегают границу. Это тоже вранье. Это все государственная политика нынешнего президента страны и его узкого окружения. Это первый удар должен быть нанесен. Тогда Россия потеряет возможность получать фактически помощь со стороны Китая. Ему придется Китаю поставлять морским путем или через Северную Корею. Это во много раз увеличит издержки. Второе, мы говорим, что основные доходы, это подтверждаются бюджетные цифры, Россия получает от нефтегазового сектора. Это фактически донор всей экономики и приходят валютные поступления. Стабилизируется курс национальной валюты, эти деньги втекают в экономику и развиваются другие отрасли. И это дает определенную политическую стабильность. Так вот, необходимо перекрыть возможность поставок через Черное море, как они сделали, россияне, по зерну украинскому. И Украина сама обладает такими возможностями. Мы это видим, Украина демонстрирует. Должны быть заблокированы возможности поставки нефти. Минимум 20% объемов нефти идет через Черное море, пролив Босфор и так далее. Там идут металлы. И если эту дырку закрыть, что называется, 20% падения доходов, точнее объемов нефти и металлов, это будет гигантские потери российского бюджета. И способность финансировать войну будет потеряна. Сейчас у России эти возможности есть, и они только растут, к сожалению. Вот две основные вещи, которые если сделать, экономические такие, политические, это не требует военных расходов. Это самим сначала нужно решение принять. Затем убедить партнеров. Это тоже реально абсолютно. До сих пор, к сожалению, это не делается. Да, конечно, есть такой момент. Еще есть такой момент, что Путин планирует на 70% увеличить свои военные расходы и спонсировать дальше свою кровавую войну в следующем году. Какие еще ключевые будут источники дохода для него, помимо нефтегазовых оборудок? Я, знаете, здесь сразу хотел бы опровергнуть, я это регулярно делаю, опять же, какие-то высказывания, скажем, по сути дела, очень многие эксперты, которые на самом деле не являются экспертами в экономике глубоко, они продвигают ошибочную версию, что российская экономика якобы падает, стагнирует, это не так. Вот сейчас уже есть открытые цифры, только от девальвации российского рубля с начала года российский бюджет заработал 1,3 триллиона рублей. Это даже по текущему курсу считать, это порядка 13 миллиардов долларов, ну, в реальности, наверное, 15 и больше миллиардов долларов. То есть, когда со смахом кто-то обсуждает, что российский рубль девальвировал, они вас запутывают. Девальвация российского рубля выгодна бюджету России, увеличивается налоговое поступление и усиливается возможность российского бюджета финансировать военные расходы. Только за этот период короткий, еще год не завершился, 1,3 триллиона долларов. Теперь, если говорить еще о возможностях, то октябрю прогнозируется, и это видно, что уже будет, что российский бюджет заработает только доходы от нефтегазового сектора свыше 5 миллиардов долларов. Это сама по себе цифра ни о чем не говорит, но я вам скажу так, годовой дефицит на начало года, до конца этого года прогнозировался 35 миллиардов. Понимаете, они только за один месяц 5 миллиардов снимают дополнительные доходы. То есть, если дефицит бюджета российский закладывался на уровне 35 миллиардов долларов, на данный момент, это порядка 2% ВВП, на данный момент вы можете быть уверены, что до конца года, без каких-либо существенных влияний со стороны фонда национального благосостояния, весь этот дефицит будет ликвидирован за счет повышенных доходов нефтегазового сектора, других экспортных отраслей, за счет курсового дохода, то есть, рубль, когда слабеет, это становится лучше российскому бюджету. И когда тот торжествующий говорит, что рубль ослаб, и сейчас россиянам станет плохо жить, Украине от этого лучше не станет, потому что даже уровень россиян на 10% ухудшится, они на улице не выйдут, вы видите, вот, и о девальвации выгодна российскому бюджету, потому что это решает возможные дефициты бюджета. Для сравнения, если Россия закладывала дефицит бюджета 2% на этот год, а сейчас в текущий момент всего 1% осталось, они его покрыли. Украинский бюджет, я вам цифру дам, на этот год закладывали 20% дефицита бюджета, 20%, не 2%, 20%, и поэтому когда ты видишь своего врага, это вот как на ринге, ты сравниваешь себя с этим врагом, насколько ты его искуснее, сильнее и тому подобное, а не того, кто сидит там в зале, ты себя сравниваешь. Так вот, надо иметь в виду, что дефицит украинского бюджета был заложен 20%, который должен был покрываться за счет внешней поддержки, более 60% всех этих расходов дефицит и бюджет покрывает за счет внешней помощи, понимаете, Россия покрывает все эти свои дефициты за счет своей деятельности, вот, и опасно, опасно все время радоваться, что курс рубля упал, и все, конец, это неправда, бюджет восстанавливается в полной мере только за счет вот нефтегазового сектора, других каких-то отраслей, плюс отпадение курса рубля. Для российской экономики сейчас это благо, точнее, для российского бюджета, если бы точно. Понятно. Да, но какие-то протесты это вообще рассчитывать уже просто бесполезно, я даже вопрос никому не задаю, там мы все увидели, ну, будут есть не сырую картошку, а шкурки от нее, но будут дальше сидеть. Да и то, как видим, к этому дойдет еще не скоро. Что дойдет к нам и как скоро и с какими проблемами из Соединенных Штатов Америки? Мухтар, что там происходит, насколько катастрофическая или пока еще нет ситуации? И вот даже наши эксперты-международники сейчас говорят, что мы должны поменять свой подход и те акценты, с которыми мы должны общаться, беседовать, проводить переговоры с нашими западными союзниками, что уже вот эмоция, она не работает, что надо предлагать экономическое сотрудничество, развитие оборонных союзов также, какую прибыль могут получить партнеры, развивая вот эти вот все сегменты. Что действительно происходит и как и мы должны в свою очередь себя вести сейчас? Я сначала короткую ремарку хотел бы сказать по поводу того, что россияне будут бастовать или выступать, даже если дойдет до картофельных шкурок. к сожалению, я должен огорченно сказать, что основная часть населения в России не ощущает, что идет война. Украине ощущают все, в России нет, потому что дефицита товаров нет, до картофельных шкурок далеко. Экономика в целом показывает рост, и когда некие блогеры говорят, что нельзя верить статистике того, что говорит Россия или кто-то еще, я могу сказать, что Международный Валютный Фонд и другие международные крупнейшие институты, они уже усилили свою оценку прогноз полтора процента рост в этом году российской экономики. Это три санкции, которые не имели аналога в мире. Вот такая вот ситуация. Поэтому, опять же, надо трезво смотреть на ситуацию. Что касается ситуации в Америке, я думаю, что сейчас украинские зрители и, собственно, весь мир уже знает, что есть проблемы. Но я могу, не могу здесь и не хочу говорить пессимистично, проблемы на самом деле серьезные, но они решаемые. Какие проблемы сейчас стоят? Мы прекрасно знаем, что идет борьба между республиканцами и демократами. И сейчас тот бюджет, который запросил Байден для оказания финансовой помощи Украине, он заблокирован. И заявлено, что это будет оформлено отдельным законом. Да, Байден заявляет, что теперь у них есть другие еще инструменты и военная помощь будет продолжена. Но на самом деле ситуация, я хочу сказать, тревожная и более того, суперопасная. Сейчас именно тот самый момент, возраздел, когда украинскому обществу и самому президенту, президенту Зеленскому нужно принимать кардинальные решение, а не заниматься самоуспокоением. Я уверен, что политическая верхушка это прекрасно понимает. Но тем не менее, когда какие-то узловые проблемы начнут немного развязываться, опять наступает ситуация самоуспокоения. Вот сейчас другая ситуация. При этом об этом предупреждали все. Когда было, по-моему, в июне заседание НАТО в Ильнисе, в июне, по-моему, тогда помнится президент Чехии вновь избранная Павел сказал следующее, что вы успеете до конца года завоевать то ваше, а если нет, то есть если у вас не будет больших успехов, то фактически придется вам идти на переговоры. Тогда я помню у нас был с вами эфир, и я эту позицию говорил, что Павел это произносил не сам свою личную позицию, это на самом деле скажем серьезное мнение, которое существует и в Америке и в Европе. Собственно сейчас вот так и разворачивается. Сейчас есть угроза, что помощь будет существенно уменьшена или даже в лучшем случае останется на том уровне, который есть сейчас. Но если на том уровне, который есть сейчас, мы все прекрасно знаем, это недостаточно для Украины, чтобы выбить войска Путина с территории Украины. И Украина не сможет длительное время получать помощь со стороны Запада, какие бы заявления не делались, если не будет успехов. Потому что не будет западной экономики годами 3-5-6 лет финансировать и поддерживать это, по сути для них локальную войну. То есть наступит момент, это уже видно сейчас, когда количество политиков или людей, принимающих решения, окажется больше, и помощь будет существенно ограничена или вообще прекращена. Вот сейчас такая угроза существует. Это видно, и когда я слышу, что хорошо, Америка возможно уменьшит помощь, но тогда наверное Европа. Верховный комиссар иностранных дел Боррель уже заявил, что они самостоятельно не смогут поддерживать такой уровень финансирования. И вопрос на самом деле в деньгах. У Европы такие деньги есть. Другой вопрос в том, что все свои действия коллегиально они согласовывают и вместе двигаются с Америкой. Если Америка прекращает или ограничивает помощь, то то же самое произойдет и в Европе. Тогда наступают для Украины катастрофические последствия. То есть сейчас ситуация на самом деле достаточно опасна. А вот что мы можем здесь поменять? Как мы должны представлять свою позицию, чтобы ситуация была не столь опасной? Как действовать этот момент, когда он действительно не такой, что надо заниматься самоуспокоением? Сейчас в средствах массовой информации на различных ютуб-каналах звучит следующее, что Америка объявила о предполагаемом пакете помощи, но в обмен на то, что Украина проведет ряд реформ. И в первую очередь все время шел разговор о коррупции. Но на самом деле мы понимаем, что они предлагают тушить пожар, но американцы не показывают более глубинные вещи. Какие глубинные вещи? Сейчас происходит следующее. Есть много обвинений со стороны украинского общества, с различных средств масс-информации о том, что часть военной помощи она по сути дела крадется. И ушел министр обороны Резников в отставку, между прочим, без каких-либо обвинений, просто ушел в отставку, сославшись, что это должность некая Голгофа. Новый министр отправил в отставку, точнее, Зеленский отправил, но пришел новый министр, шесть замминистров обороны. То есть общество Украины показывает, доказывает, что Министерство обороны растаскивает те средства, которые идут в виде помощи Украине, а на самом деле все вышли сухими из воды. Но не бывает так, чтобы шла помощь военная, масштабная и экономическая, чтобы это растаскивалось, а Запад продолжал финансировать. И поэтому собственно Запад сказал, что пожар, вот здесь коррупция, сделайте что-нибудь. И определенные пути прописал. На самом деле я услышал заявление Зеленского, что есть отдельные случаи, что это не система. Там на бывшей главу, по-моему, Юнкерса критика прозвучала о том, что он продвигает российский нарратив, это такой некий обидчивый детский, скажем, возглас, я считаю, был. На самом деле мы все прекрасно знаем, я много лет работал в Украине, имел один из ведущих банков в Украине, самую крупную страховую компанию и массу другого бизнеса. Я лично знаю политическую верхушку Украины, пусть даже старую, хорошо знаю Украину, а вы, украинцы, знаете еще лучше ситуацию. И понятно, у меня есть контакты, и мы можем сказать так, то, что сейчас Зеленский говорит, что это не соответствует действительности коррупции, что обвинять коррупцию Украины неправильно, это неправда. И этому не верит никто на Западе, это не верит в первую очередь украинцы. Это есть. А то, что сейчас там избирательная какая-то борьба происходит, это не системная борьба. мэра города Сумы задержали, отпустили под залог. Еще какие-то действия происходят военкомов Одесского и других освободили от занимаемых должностей и кого-то арестовали. Это же просто показывает, что это все есть. Все эти действия носят избирательный характер, не системный. Системный характер нынешняя политическая система не способна осуществлять. Почему? Потому что не может один Зеленский или какие-то его отдельные службы гоняться за действиями коррупционными. Это должна быть построена политическая система, которая сама выявляет эти, скажем, ситуации. Свободная пресса, политическая конкуренция партии, независимая судебная система. Сейчас на самом деле проблема не сама отдельная как сегмент коррупции в Украине, а проблема глобальная. нынешняя политическая система Украины не соответствует стандартам Европы или Запада, я так бы сказал, потому что президент Зеленский обладает властью больше, чем диктатор Янукович, которого вы свергли. Вся судебная система реально контролируется президентом страны. Партия доминирует, слуга народа полностью, остальные просто, что называется, как в армии строятся. и нет губернатора регионов назначается лично указом Зеленского президента страны. Я хочу сказать следующее, если Украина интегрируется на Запад в Европу без того, чтобы построить политическую систему, как на Западе, когда выборы губернаторов, свободная пресса, свобода политических партий, когда независимая судебная система, мы прекрасно знаем, что все суды, судьи, они под контрольной администрацией Путина, ой, извините, Путин, Зеленского, извините. Это на самом деле фактически авторитарная система. Конечно, украинцы могут возражать, но я вам так скажу, что если вам задут вопрос, вот завтра выборы президента, кого вы видите оппонентом Зеленского, я уверен, что мало кто найдет, скажем, серьезного конкурента Зеленского. Ну, я думаю, что если им дойдет уже вопрос о проведении выборов, который тоже не менее сейчас актуален, еще вопрос коррупции, то, думаю, очень много появится желающих, и тогда люди будут и называть их, ну, и в то же время, Мухтар, все-таки мы понимаем, что у нас война, и пока война, то вот такие, ну, мы не можем сильно разбалансировать и разменивать и власть, и все, и тот же вопрос проведения выборов, ну, насколько это будет уместно, и критика, и вот такое открытое противостояние разных политических сил? Это будет уместно. Вообще, демократическая система в критических случаях она еще больше демонстрирует преимущество, чем авторитарная система. Ну, мы же прекрасно знаем, что демократические страны доход на душу населения, ну, как минимум в несколько раз больше, ну, 25 тысяч долларов на человека ВВП, это считается так себе, 45 тысяч долларов 50 и выше, в Украине 5 тысяч долларов доход на душу населения, в России порядка 15, и диктаторские страны имеют низкий доход на душу населения, низкие средние зарплаты, там, и все прочее, это все зависит от политической системы. Это что значит? Это значит, демократическая система управления страной дает преимущество, которое прямо отражается на жизненном уровне людей. В военных условиях это отражается еще больше. Что получается, когда диктаторская страна нападает на демократическую? Ну, во-первых, все общество демократической страны объединяется, все ресурсы страны люди направляют на войну против своего врага. А что делают в диктаторской стране люди? Их просто, что называется, из-под палки гонят, сзади ставят пулеметы, заградительные отряды, они неэффективные, слабые, и в любой момент готовы бежать. Вот что такое демократическая система. И именно сейчас, когда идет война, вот эта демократическая система, если она будет отстроена так, как на Западе, она покажет еще больше эффективность и откроет новые возможности, дополнительные для того, чтобы Украина стала сильнее. Понимаете? Вот, например, армии украинской, мы прекрасно понимаем, что значительная часть инициативы отдано вниз, и командиры внизу на месте ориентируются, сами принимают решения, зачастую, генеральная линия у них одна, но если они видят, что тактические ситуации не соответствуют, они принимают самостоятельные решения. Мы знаем, в диктаторской стране им дали команду, они похоронят сотни или тысячи людей, колоннами отправят пулеметы, но пойдут исполнять приказ, потому что за спиной стоят заградительные отряды и пулеметы. Это есть и у Путина. Поэтому именно в условиях войны нужно как раз проводить все эти реформы, потому что это сейчас является главным препятствием. Непоследовательная, незрелая политическая линия проводится зачастую, потому что не в полной мере профессионалы стоят сейчас в рулях, на разных уровнях власти. Вы посмотрите, я хочу, я сейчас как бы критически выступаю, но никогда не выступаю просто критически, не предлагая что-то взамен. Так вот, вы посмотрите, ну как можно поддерживать, например, президента Казахстана, который прямо помогает Путину? Как может депутат «Слуги народа» поздравлять и благодарить Токаева? И как при этом можно разругаться Польшей, которая помощник Украины, спонсор и так далее? Такие вещи происходят, когда вот такие непоследовательные, незрелые действия, это говорит о том, что на разных уровнях сидят люди, не в полной мере соответствующие той ситуации, которая созрела, они по сути не в полной мере профессионалы. А это профессионализация происходит очень быстро, когда конкурентные общества, вот как в магазинах, они же не конкурируют, никто сверху не администрирует, не устанавливает цены, они конкурируют между собой и выживают лучшие, сильные. В политической сфере должно быть то же самое. Конкуренция партии, конкуренция политических лидеров, она в конце концов приводит к тому, что каждый твой неверный шаг критикует. И ты, как глава кабинета министра, неважно, президент, ты вынужден будешь собирать лучших профессионалов и принимать лучшие решения. А сейчас мы видим массу провалов, непоследовательность, непринятие там решений, где их надо принимать. Это в первую очередь связано с политической системой. Отсутствие конкурентных механизмов самой власти. Вот в чем причина сейчас то, что Америка говорит, вот мы требуем, чтобы вы боролись с коррупцией, выставляет ряд требований, а на самом деле все глубже. В марте прошлого года буквально решением СНБО была приостановлена деятельность 11 партий. Это было не на основе закона, а действием какого-то некоего СНБО. То есть это говорит о том, что Украина не правовое общество. Не были сформулированы законы, точнее говоря, почему эти партии закрываются. Теперь у вас мало политических лидеров. Я не могу назвать, а я Украину хорошо знаю, на слуху у людей, которые бы могли сказать, что да, я конкурент. Потому что когда завтра условно начнутся выборы, эти люди должны быть на слуху. В Америке мы за два года уже их знаем. А украинцы не знают, предполагают, что выйдут много, но людей, которые на слуху, которые знают, куда вести страну, наверное, трудно назвать. Ну, мы, конечно, особенно по сравнению с соседями правовое государство, да и партии там запрещались такие пророссийские. Слуга народа так же? Нет закона. Слова пророссийские в украинском законодательстве нет. Когда закон говорит пророссийское, это значит, все описывается подробно. Затем существует какой-то ИС со стороны Министерства условной юстиции. Потом суд рассматривает, да, но это было приостановлено деятельностью решения в СНБО. В отсутствии законов некого органа, который не имел конституционных никаких полномочий. Это как раз первый признак того, что в Украине отсутствует правовое государство. И это государство, которое хочет интегрироваться в Европу, до тех пор, пока не приведет соответствия свое законодательство, Конституции, паровую практику с Западом, она не может быть интегрирована. Потому что это, получается, не свой, пытается интегрироваться государство, другие государства европейского сообщества. Понимаете? Но все-таки, когда война, она немного диктует другие правила, или мы ошибаемся? Война диктует сторонам одни и те же правила, победить врага, первое. И война тебе говорит, чтобы, как стране, чтобы ты был более эффективный. Если общество показывает, что в Министерстве обороны коррупция, и если никто не среагировал, ни президент, ни судебная система, ни правоохранительные органы, а никто не среагировал, потому что заместители министров не попали под уголовные преследования, директора департаментов тоже. Вообще ни один факт не раскрыли, не сказали, что пресса права. Это говорит о том, что то ведомство, которое отвечает за обороноспособность страны, когда ее общество обвиняет коррупцией, если оно не выявляет эти факты, не становится от этого сильнее, а слабее, то это прямая угроза безопасности страны, понимаете? А такие факты выявлять могут только демократические страны. Мы прекрасно знаем, что происходит в авторитарном, в частности, у Путина. Никто никогда не услышит прямо в открытой прессе, что там идет хищение, хотя все прекрасно знают, что там идет воровство на всех уровнях. Никто никогда это не раскроет, просто тайну уберут, отстранят, даже не посадят и все. Демократических странах всегда общество реагирует, судебные системы реагируют, правоохранительные системы реагируют и в конце концов президент реагирует. Что же мы видим? Ушел Резников послом Великобританию и нет ни одного преследования факта, ни одного раскрытия этих фактов. То есть война диктует, чтобы Украина была эффективной, силовое ведомство, Министерство обороны, чтобы было эффективным, необходимо было раскрыть эти все обвинения, пока поставить точки над И, это не сделано. А это говорит о том, что это неэффективная будет структура, соответственно, есть угроза национальной безопасности. Ну, Зеленский вряд ли отправит Резникова послом все-таки в Британию, это так еще далеко вопрос открытый и расследование по этим делам, на которые общество и журналисты обращали внимание по коррупционным фактам Министерства обороны, оно продолжается, полагают, что мы увидим все-таки наказания какие-то, будем работать над тем, что... Это явно избирательные, потому что, я говорю, этот шум стоит столько месяцев и до сих пор ни генеральная прокуратура не заявила, никто. Это в кустах где-то будут разбор полетов и тихо просто видно, что хотят спустить на тормозах. Это обычно происходит в диктаторских, авторитарных, неэффективных системах, где общество не играет никакую роль. Понимаете? Но у нас общество играет роль, думаю, что нам до такой модели еще очень далеко. Я надеюсь, и я хочу сказать следующее. Вообще, вот мы сейчас разбор полетов делали по рискам то, что происходит в Америке. И на самом деле я вот две статьи написал о том, что сейчас на самом деле переломный момент и опасный для Украины. Если Путин воспользуется тем, что сейчас меньше будет финансирования Украины, военных нужд и экономических нужд, фактически стоит угроза национальному суверенитету. И страна Украина прилежит гражданам. И я, конечно, убежден и надеюсь, что украинский народ среагирует. Смогли же свернуть Януковича, смогли же противостоять Путину, который считал, что за три дня он возьмет Киев. Я уверен и надеюсь, что украинский народ на данный момент тоже среагирует. Потому что если сейчас не переформатировать, не перестроить политическую систему, не действительно сделать по модели Запада, наступит уже серьезная угроза суверенитету Украины. Общество наше всегда за всем наблюдает, и журналисты, и в том числе, поэтому не спустим и в диктаторские режимы точно мы к этому не дойдем. Мухтар, спасибо вам большое за сегодняшнее интервью, за ваш анализ. Благодарю. Всего доброго. Да, спасибо. Единственное, что видите как, Ирина, к сожалению, меня многие воспринимают, что я, скажем так, сценарий плохие рисую. Я еще раз хочу сказать, что пора правильно оценивать врага. И я хотел бы еще цифры озвучить. Дефицит бюджета на этот год в России был 2%, сейчас по факту 1%, они закроют этот год. На следующий год дефицит российского бюджета 0,9%. Это вообще ничего, потому что у Франции 4,9% дефицит бюджета, у Германии более 4%, 4,25%. На будущий год дефицит бюджета закладывает 0,9%. Это вообще ничего. Поэтому в этой связи, кстати, у Украины дефицит бюджета 21,6%. Это все официальные данные украинские, российские, международные и так далее, то, что я озвучиваю. Поэтому я хотел бы сказать следующее, что необходимо сейчас в Украине мобилизоваться, политически мобилизоваться. Нужна политическая перестройка. Не бояться этих выборов, которые будут в будущем. Более того, я хотел бы сказать, что перестройка политической системы по образцу Запада нужно делать сейчас. Это поможет сразу и улучшит взаимоотношения с Западом. Я уверен, что ускорит и военную, и политическую помощь. Потому что они будут воспринимать Украину не как коррупционное государство, а как свое, которое идет быстрыми шагами реализовывать те или иные реформы. Более того, если эти реформы не будут сделаны командой Зеленского и просто будут проведены механические выборы в следующем году, то у вас ситуация ухудшится. Ухудшится каким образом? Все негативные последствия, а именно если произойдет резкое падение финансирования со стороны Штатов и Европы, приведет практически обвалу экономики военных возможностей Украины. Чтобы этого не было, нужно провести политические реформы команды Зеленского. Во-первых, во-вторых, тогда на эти выборы действительно придут конкурентные люди, которые будут поджимать и Зеленского и его команду и которые в результате этого будут действовать более эффективно. Вот что нужно делать. Понимаете? Ситуация не такая, чтобы безнадежная, но она опасная. И опасная в первую очередь, потому что необходимо реформировать политическую систему Украины. Риски, думаю, будут учтены. Спасибо вам большое еще раз, Мухтар. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Мухтар Аблязов, казахстанский политик, предприниматель. Был гостью моего эфира. С ним была я, Ирина Узлова. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк нашему разговору, если вы слушали, если вам понравилось. Пишите свои комментарии и мнения. Все читаем, учитываем. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Победим! Продолжение следует...